Маткульт, привет всем! Мы продолжаем серию, которая называется Светины задачи по математике. Напоминаю для тех, кто не был с нами в предыдущей серии. Света поступила в 5-й Т-класс. Это второй по силе, в 5-й М не поступила, в 5-й Т поступила. И им дают задачи. Вот, значит, зацените уровень этого мат-класса и представьте себе, что происходит в 5-й М-классе. Может быть, когда-нибудь мы отдельно запишем избранные задачи из программы для 5-го М. Но пока мы помучаемся с задачами для 5-го Т. Итак, первый разнобой. Первый разнобой. До этого были листочки подсчет числа способов, несколько листочков. Но подсчет числа способов, в принципе, это довольно стандартный материал. Обычно как бы в 7-м, 8-м классе, но вполне стандартная. Такая начальная комбинаторика. В общем, я на ней не очень останавливаюсь. У нас было немножко про это. Были также у нас шахматные задачи. А сейчас будет, соответственно, вот 5 задач, из которых первая простая и решать мы ее не будем. А вот вторую, третью, четвертую, пятую мы порешаем. Первая задача. Петя купил себе в магазине шорты для футбола. Если бы он купил шорты с футболкой, стоимость покупки была бы вдвое больше. Если бы он купил шорты с бутцами, стоимость покупки была бы в пятеро больше. Если бы он купил шорты со щитками, стоимость покупки была бы второе больше. Во сколько раз больше была бы стоимость покупки, если бы Петя купил шорты, футболку, бутцы и щитки? Эта задача стандартная и вам дается на дом. По крайней мере, если вы поймете решение задач номер 2, 3, 4 и 5, с первой задачей у вас точно не может быть проблем. Задача номер 2. Автобусная остановка B расположена на прямолинейном шоссе между остановками А и С. Автобусная остановка B расположена, тут придется уже рисовать, на прямолинейном шоссе между остановками А и С. Так, вот так. Я пока не знаю, может так, а может так, пока про это совершенно ничего не сказано, поэтому будем дальше смотреть. Через некоторое время после выезда из А автобус оказался в такой точке шоссе. Через некоторое время после выезда из А выехал-поехал. И здесь тоже выехал-поехал, может так, может так. Оказался в такой точке шоссе, что расстояние от нее до одной из трех остановок равно сумме расстояний до двух других. Расстояние от нее до одной из трех остановок равно сумме расстояний до двух других. Так, то есть, там, ну вот, например, досюда равно сумме досюда и досюда. Или, может быть, досюда равно сумме досюда и досюда. Третий вариант сразу же, кстати, отметаем. Даже еще до формулировки условия мы можем отметать вариант, что расстояние до В равно сумме расстояния до А и до С. По понятным причинам. В лежит на пути от нашей точки либо к С, либо к А. И поэтому расстояние до В как минимум меньше, чем одно из двух этих расстояний. И, значит, точно не может быть равно сумме двух оставшихся. Поэтому вот у меня такая ситуация, что через некоторое время, да. А еще через такое же время автобус снова оказался в точке с таким свойством. То есть, он ехал некоторое время и оказался в точке, где расстояние, сумма расстояний до В и до одного из этих равно расстоянию до третьего. И потом снова сумма расстояния от В и до одного из этих равно расстоянию до третьего. Сколько времени требуется автобусу на весь путь от А до С? Если его скорость постоянная, а на остановке В он стоит пять минут. Ну, пять минут я не знаю, зачем мы придумали, но тем не менее. Значит, итак, все фломастеры надо задействовать. На остановке В он стоит пять минут. Пять минут. Может, для красоты ответы, на самом деле. Вот. И нужно узнать, да, а через 20... А, через такое же время снова оказался в точке с таким свойством. А еще через 25 минут доехал до В. То есть, через время Т, расстояние, значит, равно до одной из них, равно сумме двух других. Можете нажать на кнопку и сами подумать. Я, честно говоря, пока я в эту задачу просто врубался, прошло минут 10. Вот реально, да, я профессор в математике, там, член-корреспондент даже, правда, по делению экономики. Я врубался минут 10 просто в условия. Ну, потом, значит, в принципе, стало немножко что-то понятнее. Значит, что-то стало понятным. А именно, вот пока он едет от А, да, потом он от А отъедет дальше. И, значит, соответственно, расстояние до, значит, до А плюс расстояние до В, оно некоторое время не меняется вообще. И, соответственно, значит, расстояние до С при этом уменьшается. Поэтому ситуация того, что расстояние до С равно сумме расстояний до А и до В, два раза повториться не может. Потому что расстояние до С уменьшается, а сумма вначале не меняется, потом только увеличивается, когда мы заедем за В. Это вот первое, что стало понятно. Понятно, да? То есть расстояние до А и до В все время остается постоянным, пока он едет между А и В. Вот. А, соответственно, дальше он начинает только расти. И поэтому равно оно может быть расстоянию до С только в один какой-то момент, только в один момент времени. Вот. Значит, соответственно, дальше можно еще заметить следующее, что в начале окажется ситуация, что именно до С равно сумме до А и до В в какой-то момент. А уже потом, потом, наоборот, мы когда отъезжаем от А дальше, у нас до С уменьшается, как бы до А увеличивается. То есть дальше будет уже ситуация, что до А равно сумме от В, от расстояния до В и расстояния до С. То есть, иными словами, мы точно знаем, что в начале сперва через Т, через Т получилось, что, значит, ну пусть эта точка как бы временно будет Д, значит, через время Т будет ДС равно ДВ плюс ДА. И еще через Т, через 2Т всего, А, Д, новое уже, Д, ДС волной, АДС волной равна, соответственно, АДС волной В плюс ДС волной С. Вот это мы можем уже вывести числологически, числологическим путем, это мы знаем. Теперь дальше, что еще можно заметить, что вот такая ситуация явно невозможна, потому что пока Д едет между А и Б, у нас сумма до А и до Б остается постоянной и равна АБ. Она должна быть равна, значит, а, нет, что я говорю, да, что я говорю, нет, она остается постоянной, да, и в какой-то момент она вполне может оказаться равной АС. В общем, решал я эту задачу, решал. И опять я не помню, как ее решать. Ну, я помню, на самом деле, я помню ответ. Я помню ответ, да, то есть у нас, значит, в начале у нас до С равно это плюс это. А, ну да, нет, это как раз совершенно понятно, как происходит. Это происходит тогда, когда расстояние от А до Д равно расстоянию от Б до С. А вот здесь еще пока неизвестно, что происходит. Вот, то есть у меня за время Т он, за время Т он проезжает от А до Д или от Б до С, что то же самое, потому что тогда как раз получится АД плюс ДБ равно АБ, то есть равно ДС. И дальше, через некоторое время ситуация повторилась, но теперь уже расстояние до, значит, теперь еще прошло время Т снова, снова Т. И теперь расстояние до А оказалось равно расстоянию до Б плюс расстояние до С. Значит, итак, через время Т у нас получилось, да, давайте сейчас дорешаем, АЕ равно ЕБ плюс ЕС. Вот. Но, дело в том, что ЕБ плюс ЕС это 2ЕБ плюс БС. Вот. А с другой стороны, АЕ равно 2АД, то есть 2БС. то есть 2БС равно 2ЕБ плюс БС. 2БС равно 2ЕБ плюс БС. Сокращаем БС, получаем БС, равно 2ЕБ. Все. То есть, вот этот отрезок равен половине отрезка Т. Ну, то есть, я неправильно сам нарисовал, но это не важно, важно, что мы все восстановили, что Т, Т, Т пополам и еще раз Т. Вот что произошло. Т, Т, Т пополам и еще раз Т. Ну, или что то же самое, получается, что у нас он разбит на 7 частей, отрезок разбит на 7 частей, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на 7 равных частей происходит вот так, происходит вот так, вот это остановка Б. и нам дано, что вот это 25 минут, да, получается, а нет, еще 25 минут доехал до Б, вот, вот 25 минут, 25 минут. Вот, и в Б он стоял 5 минут. Ну, то есть, вот это ЕБ нам дано, что это 25 минут. Но ЕБ это 1 седьмая, значит, соответственно, 25 на 7 плюс еще 5 минут стоял. 175 плюс 5, ну, конечно, 180 минут. Ответ, он ехал 3 часа. Это вторая задача 5-го Т-класса, более слабого из двух математических классов школы 444. Прошу любить и жаловать. Но если вы думаете, что это единственная сложная задача, то сейчас мы будем разбирать следующую. Итак, следующая задача это металл металлов. Хотя на самом деле решение гораздо короче. Вот. Но выдумывали мы его как бы очень, честно сказать, очень долго выдумывали. Вместе, практически, сидим со светом и решаем. То есть, она идея, я идею, там, как-то так. Сеня не умеет писать некоторые буквы и всегда в них ошибается. То есть, про каждую букву известно, что он либо умеет ее писать, тогда никогда не ошибается. Либо не умеет, и тогда всегда ошибается. В слове Тетраэдер, Тетраэдер, он сделал пять ошибок. В слове Додекаэдер, шесть. Кстати, единственное слово, наверное, в котором есть два Э. Или там, или тут Е, подожди. Нет, Додекаэдер, извините. Это я торможу. В слове и Кассаэдер семь ошибок. Вопрос. Сколько ошибок совершит Сеня в слове ну, понятно, в каком. В октаэдер, конечно, да? Октайдер. Я предлагаю каждому нажать на паузу и самим порешать. Просто вот взять и порешать. Потому что методом такого как бы умного долгого тыка нащупывается самое короткое рассуждение, но пока ты его нащупаешь, ты потеряешь часами. Потеряешь часы в помойку просто. Ну, как-то, не в помойку, естественно, а во славу своего собственного интеллекта, который от этого будет постепенно расти. Ну, для чего мы додумались, это до следующего решения, постепенно оно стало понятным. Давайте возьмем слово, где больше всего ошибок. В семь в экосайдере. То есть здесь только одна буква, в которой он не ошибся. Только одна. Но при этом есть вот такое окончание классное, которое у всех вообще. Ну, и, соответственно, возникает два варианта действий. Айдер. Либо здесь четыре ошибки, тогда икос три. Либо здесь три ошибки, тогда икос четыре. То есть здесь мы можем точно сказать, что тут либо три, либо четыре ошибки. Так. Значит, в случае, если в случае, если у нас здесь четыре ошибки, в случае, если здесь четыре ошибки, у нас получается, что D он ошибается. Ну, раз четыре ошибки, значит, все четыре. Значит, отсюда D ошибается. В D. Но тогда, я прошу прощения, здесь вот уже шесть. до декайдер, аэдер четыре, еще D, D. Но тогда О, Е, К не ошибается. Потому что больше не может ошибиться, шесть здесь делает ровно. Значит, буква О, К чистая. Но тогда тут уже есть О, Е, Тогда ик-сайдер меньше или раньше шести ошибок, потому что вот эти две он напишет без ошибок и останется только шесть. А нам по условию дано, что семь. Поэтому мы пришли к противоречию вот здесь. П, противоречия. Значит, этого варианта нет. Это все можно зачеркнуть. Отличный итог. Меня ненавидят вещи. Ненавидят. И так всю жизнь. Я весь полностью весь в ранах избитых, побитых, перебитых пальцах ног, которые ломаны сто раз от всяких там стулья эти, я не знаю, перегородки. Короче, меня ненавидит материальный мир. Я не знаю, что с этим делать. Но это лирическое отступление. Вот. Значит, соответственно, у нас три ошибки в айдер. Если у нас три ошибки в слове айдер, тогда у нас четыре ошибки вот здесь. то есть, соответственно, и к о с ошибки все. Все с ошибками. Дальше. Я еще утверждаю, что д целая, д целая, д безошибочная, потому что значит, если здесь три ошибки и при этом д с ошибкой, то считаем три, четыре, пять, шесть, семь. Уже семь. А скажем на сто шесть. То есть, к и о мы вывели. То есть, из этого вывели, что вот эти все четыре ошибочные. Значит, о и к здесь тоже ошибочные. Если бы д было ошибочное, тут бы уже было больше. Тут бы было семь. В слове д декайдер, не шесть, а семь. Отсюда д чистое. Вот это вот самый важный момент. это что д в результате чистая. Мы получили одну чистую букву уже. Это буква д. Вот. Ну а если буква д чистая, вот, он написал это, это, это правильно, значит, все эти буквы грязные. Все. О, Е, К, А, Э, Р, все грязные. Ну то есть, с ошибками. Вот. То есть, мы уже как бы так почти, мы почти на финале. Что нам осталось? Нам протест осталось выяснить про Т, мы не можем отсюда вывести, нам нужен вот этот вот. Значит, тут три ошибки. О, Е, К, Р грязные, Е, Р грязные, 4, 5. Вот они, все пять ошибок слова тетраэдер. И значит, Т чистая. Т чистая. Все, пора считать. Тетраэдер, тетраэдер. октайдер. Ошибка. Ошибка. Чисто. И здесь три. Два плюс три, пять. Задача решена. Ну вот, да. Вот так. Но, если вы думаете, что на этом наше веселье заканчивается, вы глубоко ошибаетесь. Следующую задачу я здесь уже на канале разбирал. Поэтому я только сформулирую, и будет целый специальный квест найти где-то два-три года назад и разбор. Это офигенная задача, которую сочинил, по-моему, Ваня Ященко лично. На доске написаны числа два, три, четыре, пять и так далее до тридцати. За один рубль можно купить одну из чисел. Ну, отметить. Можно, ну, давайте напишу, купить любое число. И в качестве бесплатного приложения вы получите все его делители и все кратные. И все кратные запятая все делители кратных, кратные делители и так далее. То есть, я беру число, я его купил, и после этого могу получить ну, очень много всего. Ну, если я его купил, число два, да, то я сразу получил все четные, сразу получил число три, как делитель четного числа шесть, там, сразу получил девять, как кратное число три. Ну, короче, очень много всего в принципе получил. Но вот вопрос, насколько много, и вопрос такой, за какое наименьшее число рублей можно купить все числа на этой доске. Вот. Ну, вот давайте эту задачу я когда-то точно разбирал. У меня память дырявая, но я помню, что я ее разбирал, поэтому в комментариях, кто найдет, вот, пожалуйста, скажите, дайте в комментариях ссылку на место, где я ее разбирал, ну, или может быть, где она разобрана, а всем советую порешать. А я между тем хочу, я не хочу сильно делать длинным этот ролик, поэтому пятую задачу целиком я разобрать просто не успею, но я ее сформулирую и намечу решение, а вы его доделаете. Внимание, учительница написала на доске двузначное число и спросила, вот, N, да, и спросила Диму по очереди, делится ли оно на 2, на 3, на 4, на 9, да, 8 вопросов, 8 вопросов. N делится на 2, N делится на 3, N делится на 9. На все 8 вопросов Дима ответил верно, причем ответов да и нет было по-русому, ну, короче, да, и нет поровну. Вот, то есть вот эти вот на вопросопроделимость ровно 4 ответа да из этих и ровно 4 ответа нет. Пункт A. Можете ли вы теперь ответить верно хотя бы на один из вопросов учительницы, не зная самого числа? И, то есть, иными словами, могло быть загадано любое двузначное число, любое. И, может быть, много разных вариантов дают вот такие вот 8 ответов, где 4 верных и 4 неверных. Верно ли, что у этих всех вариантов есть хотя бы один из вопросов, на который ответ всегда один и тот же? Это первый пункт. Пункт B. А хотя бы на два вопроса. То есть, можно ли, не зная числа, ответить верно хотя бы на два вопроса. Вот. Ну и вот пункт A я решил очень быстро, пункт B я потел, скажу честно, долго потел. Ну, давайте, нажимайте на паузу, думайте. Вот. И я расскажу. Значит, на самом деле верно вот только одно. что N делится на 2. То есть, N четное. Давайте это докажем. Что из того, что вот в этом ряду вопросов 4 верных и 4 неверных можно математически строго вывести, что N четное. Все остальные, значит, потом я скажу пару слов, значит, про это. Итак, в самом деле доказательства от противного. Доказательства от противного. N нечетно, не делится на 2. Отсюда N не делится на 4. N не делится на 6. N не делится на 8. Вот. Что надо понимать, да? То есть, если бы N было нечетным, то оно бы автоматом не делилось ни на одно из четных чисел. Потому что делимость, она, как мы математически говорим, она транзитивна. A делится B делится на C, отсюда A делится на C. Вассал моего воссала мой воссал. Делитель моего делителя мой делитель. Это то, что я всегда объясняю детям. В отличие от вассала, который воссал моего воссала, мой воссал, не мой воссал. А с делителями все наоборот. С делителями мы делителем, мы делитель. Вот, поэтому, если мы не делимся на 2, то мы не можем делиться ни на 4, ни на 6, ни на 8. Но тогда это значит, что 4 неверных ответа я уже нашел. Правильно? А значит остальные ответы верные. И отсюда n делится на 3, n делится на 5, n делится на 7. Ну и до кучи на 9. Но если честно, мне достаточно уже вот этого. Так как n делится на 3, на 5 и на 7, то n делится на их произведение. Из-за того, что они все попарно взаимопросты. Их произведение 105. Двузначное число на 105 делиться не может. Противоречивая. Вот. Двузначное число меньше 105, поэтому делиться на него не может. Итак, верно, вот точно, что вот этот ответ верный. Да, делится, n делится на 2. Теперь я про пункт b скажу следующее. Ответ в нем нет. Ни на один из оставшихся вопросов с определенностью ответить да или нет нельзя. И вот как это доказать. Как можно это доказать вообще? Да, как можно это доказать? Нужно просто привести все варианты. Есть много разных вариантов для n. Это вот вам задача на дом, да? Задача на дом перечислить. Найти все числа n с указанным свойством. Что вот половина этих вопросов ответ да, а половина нет. И убедиться в том, что для любого из оставшихся вопросов есть как число, которое делится на 3, да? Как число, где ответ да, так и число, где ответ нет. То есть среди этих чисел есть число делящееся на 3 и число не делящееся на 3. Есть число делящееся на 4 и число не делящееся на 4 и так далее. Есть число делящееся на 9 и не делящееся на 9. Ну, понятно, что для этого не надо перебирать все два седьмой вариантов, да? А просто одно число там удовлетворяет вот этим делимостям, этим удовлетворяет другое, этим и этим не удовлетворяет. В общем, для каждого вопроса можно конкретно привести два примера. Такое и такое. И, значит, ответ такой, что мы не можем без дополнительной информации ответить положительно ни на один из оставшихся вопросов. Ну вот, что называется. Прошу любить и жаловать. Это 5-й Т-класс. Школа 444 Гордона, Москва. Первый раз на бой. Будем продолжать. Вести с полей, да. Вести эту рубрику задачи Светы Саватеевой из 5-го математического класса, 2-го по крутости класса в школе Че-Че-Че. Баткуль, пока! Субтитры сделал DimaTorzok